Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». У нас сегодня такая провокационная тема, и честно скажу, придумали ее не мы. Инициатором стал сам наш постоянный гость, адвокат Игорь Поляков. Тема касается мошенников, которые прикрываются связями ФСБ для того, чтобы якобы подключить этих сотрудников для прекращения уголовных дел. И вот на примерах адвокат готов предостеречь доверчивых граждан. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Почему Вы считаете, что эта тема актуальна? Когда возбуждают уголовное дело в отношении граждан, они невольно переходят в стрессовую фазу. То есть человек переживает, мечется, особенно когда он искренне не считает себя виноватым. И зачастую вокруг него появляются, в том числе и знакомые, в конечном итоге это мошенники, которые обещают ему гарантированно прекратить страдания, решить его проблему через связи ФСБ, которые, как правило, есть якобы у этого мошенника. На самом деле этих связей нет. Вот за эту проблему они берут у людей деньги. То есть раз мы об этом говорим, это достаточно распространенное явление? Я бы не сказал, что распространенное, но встречающееся. Но это, например, какие проблемы? Это проблемы, они ставят и позиционируют себя как человек, который может решить эту проблему. Это связаны с возбуждением дела. Они говорят, можем прекратить уголовное дело. Можем, если человек находится под стражей, обращаются к его семье с просьбой, мы можем изменить ему меру пресечения, заключение под стражу, выпустить на свободу. Можем добиться переквалификации. Более тяжкий состав на менее тяжкий. И еще ряд моментов или желаний, которые есть у, так скажем, таких вот людей в орбите уголовного процесса, втянутых в орбиту эту, которые они могут разрешить. Но на самом деле эта проблема, как правило, нерешаемая так быстро. Ну, приведу пример. Мою доверительницу привлекают к уголовной ответственности. Появляется вот такая мошенница. Когда я с ней в итоге встретился, это вот бобище, я даже не хочу называть ее женщиной, как оказалось, ну вот внешний вид у ней, акулы, такая грузная, отсидевшая срок за мошенничество. Так вот, она психологически, гипнотически, убедила мою доверительницу в том, что ни один адвокат ее вопрос не решит. Но решит она. У нее связи в УВД. Она встретится с генералами УВД и с генералами ФСБ. И вопрос закроет. Моя доверчивая дуреха отдала несколько миллионов. В конечном итоге вопрос не был решен. Когда я это услышал от нее, я говорю, ты что делаешь? Зачем ты ей отдаешь? Какие генералы ФСБ? У нас в региональном управлении только один может быть генерал. Они не сидят на каждом этаже. Но, тем не менее, деньги были отданы, вопрос не решен. Это чистой воды мошенничество. Не потому, что она кого-то подключила, в свою очередь передала деньги, а ее обманули. Это мошенничество в классическом виде. Возникает вопрос, а где она вообще нашла эту даму? Они находят, как больное животное. Вокруг него кружат хищники, волки. Они чувствуют. Так же и беду чувствуют вот эти мошенники. Это целая социальная прослойка в России, обороты которых, они не знают друг друга, но в совокупности, я так полагаю, это сотни миллионов, миллиард, наверное, миллиарды. То есть вытягивают у доверчивых граждан этих деньги, оставляя их у себя и ссылаясь на то, что якобы они передавали должностным лицам, а те их, в свою очередь, тоже обманули. Это называется взятка под должностное лицо. Когда человек не видит должностное лицо, но он видит посредника, который обещает, будучи проводником, сталкером, передать деньги должностным лицам. Зачастую это сотрудники ФСБ. Игорь Михайлович, но эти же люди, мошенники, не дают объявления в интернете? Они чувствуют добычу. Как-то находятся, да? Они друг друга находят. Но люди, потерпевшие, они же потом пишут заявление в полицию? Вот парадокс в том, что они не пишут заявление. И я бы сейчас хотел сделать на этом акцент. Если вас обманули, вы стали жертвой такого мошенничества, грубого, наглого, циничного, особенно когда взятки под ФСБ. ФСБ к этому не имеет реально никакого отношения. Никто никакие взятки не берет у мошенников этих. И связей у них нет. У них расчет просто отобрать эти деньги у гражданина и все. И проесть их, жить на эти деньги. Так вот, люди боятся писать заявление, потому что понимают в какой-то момент. Но они шаги нельзя обсуждать. Да, они, по сути дела, взяткодатели. Но я их успокою. Обращайтесь смело в ФСБ. Описывайте эти истории. Примите участие в оперативных мероприятиях по выявлению этого мошенника. С вами процессуально ничего не будет. Вы серьезно? И 291 статья Уголовного кодекса наделяет взяткодателя правом попасть под примечание, где сказано, если взяткодатель активно способствовал выявлению этого преступления, раскрытия, по нему в обязательном порядке прекращается дело. По сложившейся практике, там у них радость, у ФСБ выявить такое преступление, такого мошенника, который гадит авторитет этой структуры. И поэтому человеку даже дело возбуждаться уголовно не будет. Там один документ, все будет решать. И все. И человек не то, чтобы он будет страдать, на подписке будет, под стражей будет. Никаких последствий он не испытает. Только поможет выявить и нейтрализовать вот этого микроба. Это гарантирует закон? Это гарантирует закон. Я вам говорю, но люди этого не знают. И ко мне зачастую приходят, и я говорю про это примечание. Не переживайте, не бойтесь. Дело в отношении вас возбуждено не будет. Если будет возбуждено, будет прекращено уголовное дело в обязательном порядке. Но вы почему так волнуетесь на эту тему? Ведь не касается этот вопрос, и взятки не вы даете, не вам. Интересненькое заявление. Вы поймите, они, вот эти мошенники решалы, отбирают мой хлеб. То есть граждане, вместо того, чтобы заплатить мне деньги за качество, я как олицетворяю сейчас адвокатов по всей стране. Говорю от своего имени. То есть они мне не доплачивают, там, жмотисто, как плюшки, но высчитывают 10 или 100, 200, 300 тысяч за работу. Больше нету, экономят. И тут же отдают деньги по нескольку миллионов людям, которые якобы решат этот вопрос. А еще обиднее, когда ты проработал грамотно защиту, и ты видишь, что проблемы с квалификацией, есть возможность смягчить наказание или ответственность. А тебе говорят, а Михалыч, ну ты там работаешь, там просто люди уже решают этот вопрос. Какие люди? Я тут все подготовил, я знаю, что будет именно такой результат, будет переквалификация, выпуск с изолятора человека, даже может прекращение дела. А уже можно ничего не делать, потому что какой-то мошенник, вот это вот Мурло, присвоило себе 3 миллиона, и просто сидит, ждет, как паразит. Когда я своей качественной работой добьюсь результата, а он это выдаст за свою работу, которую я никогда не делал. Он не исчезает сразу? Да, конечно, не исчезает. Вы что? Их большинство, они так же ходят, бродят, по-прежнему доказывают, объясняют о том, как вопрос решается людьми. Это вот, знаете, вот это термины, жесты есть отработанные, подключить генералов. Вот я просто смеюсь. Вот именно вот так показать по плечу, что генералы подключены, или люди решают. Вот это вот второе, вот излюбленное слово по всей Руси, это как, знаете, гипнотическое слово. Люди подключены. Какие люди? Нету никаких людей. Кормите какого-то человека, прохвоста, который питается вашими деньгами, как эта раковая опухоль. И довольны, сидят, ждут людей, они подключили. А смотрите, если они ничего не сделают в итоге, то... Они не отдадут деньги никогда, это же мошенники. А что потом скажут? Они потом объясняют, что мы передали, вот как зачастую приходят слушать, да вот передали ФСБшникам, обманули, говорят сложный вопрос. К ФСБ сразу говорю, никакого отношения к этому не имеет. Все деньги остались в кармане у мошенников. Поэтому у меня, почему я инициировал эту передачу? У меня изжога, когда я вот очередной раз вижу, это как слепник, который вот меня вот кружит, пуржат, они отвлекают меня от работы. Потом приходит доверительный, начинает конючить. Вот, Михалыч, помоги. Вот, мы оставили без денег, лучше бы я их тебе отдал. Говорит, твои проблемы. Давай деньги, которые мы договаривались. А то отдал на несколько миллионов. Я говорю, как в той ситуации. А мне он заплатил всего там ничего, немножко. Но это могли быть мои деньги. Не только мои, как я говорю, это деньги адвокатов. Ну, да, и помимо прочего, конечно, они порочат таким образом всех сотрудников ФСБ. Конечно, безусловно. Вы должны понимать, что ФСБ – это мощная структура, в том числе оперативная. В любом регионе, столице региона, как в крае, предположим, Владивосток, да, есть управление. Это многоэтажное здание, режимные объекты. И там на каждом этаже отделы, отделения, службы. Там десятки, десятки, десятки оперативных работников. Это очень разветвленная структура. Поэтому, когда тебе говорят, у него есть связи в ФСБ, узнайте, какие связи. Да, у него родственник работает водителем, или охранником, или в столовой, или в бухгалтерии, или он следователем, может быть. Но дело контролируют оперативные службы, к следствию не имеют ФСБшному никакого отношения. А если бы имели? Если бы они имели эти связи, то, как правило, они очень, вот сотрудники ФСБ между собой, очень осторожны. Это как в отсеке подводной лодки. У каждого свои задачи, свои обязанности. Разные отделы, и эти отделы отделения по разным направлениям, сферам жизни. То есть вообще по разным. Они не могут просто ходить и друг друга просить прекращать дела в отношении кого-то за деньги. Это смешно, это нелепость. Люди этого не понимают. Пример тоже приведу. Приходит заместитель директора, давнишний пример. Вот, как же так, непорядочные люди. Эти фейсы, это термин ФСБ. Это не цензурный, не сленговый термин. Фейсы. А что такое? Да вот нашего человека, директора, дело уголовное, они оперативное сопровождение заключили под стражу. Как же так? Их кормили, давали деньги на протяжении длительного времени. Кто кого кормил? Какие деньги? Да вот, человек пришел, он сказал, у него связи в ФСБ. Люди какие-то еще были. Вот мы их и кормили, и поили, и деньги чуть ли не каждый месяц давали. И мы считали, что это крыша наша, наше все, мы вот под защитой. Я говорю, кого вы давали? Вы видели их удостоверение? То есть сидела группа мошенников, откровенно вас обманули, вы их кормили каждый месяц. Они жили, вы считаете, что вы кого-то подключили и вам дали карт-бланш на то, чтобы вы совершали преступление. Ну, они там связаны были с экспортом, импортом и прочее. Кто, когда какие ФСБшники подключатся, чтобы вам давать добро на совершение тяжких преступлений? Да это смешно. Да, наверное, так и есть, мы уже сомневаемся, потому что этот посредник на связь не выходит. Других мы вообще не знаем, мы видели их там один-два раза. Вот пример мошенничества, откровенного. К ФСБ это не имеет никакого отношения. Слушайте, и, наверное, все-таки это утверждают не самые глупые люди, раз они ведут там свой бизнес. То есть люди, по идее, с деньгами. Я согласен с деньгами. Это вообще отдельная тема для разговора. У нас парадокс российской действительности в том, что когда коммерсант получает свои первые миллионы, миллионы, десятки миллионов, миллион долларов, он начинает обрастать связями. И вот это выражение для русского человека, характерно, знаете, из грязи в князи. Вот в какой-то момент он, а подайте-ка мне ФСБ, я буду с ними дружить. Я буду их кормить деньгами с рук, они станут ручными. И вот он прям лимонится. И вот любой коммерсант, он прям за честь считает, да, у меня есть связи через людей с ФСБ. Это просто смешно. Столько сотрудников не бывает, сколько их знают. Столько связей у людей с ними. Ну, это люди реально непонимающие. Это вот для людей, говорю, русского человека, это какое-то магическое слово. У меня связи с конторой, с ФСБ. То есть я знаю людей вот оттуда. То есть каких людей ты знаешь? Ты их видел, этих людей? Ну, нет, не видел, потому что они же как бы серьезные люди, но есть человек от них. А связной. А ты, да, связной. Вот это связной и есть мошенники. Таких мошенников, их не десятки. Их десятки тысяч. Игорь Михайлович, правильно ли я понимаю, что если заинтересованному лицу предлагает кто-то решить вопрос через сотрудников Федеральной службы безопасности, это однозначно мошенник? Это мошенник. И вот почему. Вы должны понять, что ФСБ это не коммерческая лавка. Это совершенно структура изолированная. Это как государство в государстве. Они живут своим миром. Там люди с другими настройками в голове. У них менталитет другой. Они при поступлении на работу уже другими становятся. У них свой круг общения. Они выявляют преступления. У них карьерный рост. У них задачи другие. Они другие. Не потому, что они плохие. Там силы тьмы. Нет, конечно же. Но они выявляют. Их задача как раз делать себе статистику. В том числе и личную для каждого оперативного работника. По раскрытию преступлений. У них нет статистики, как за деньги прекращать дела. Ездить по всем правоохранительным органам. По судам. Их же подключают якобы суды решить, прокуроры, УВД, Следственный комитет, таможен. Все, где правоохранительный блок, везде якобы подключают ФСБ для решения вопросов. Это смешно. У них задача везде в этих структурах выявлять наоборот преступления. А не, соответственно, не прекращать их. Ну а если все же у человека есть знакомые в этой структуре. Разве это плохо? Может быть он и может к ним обратиться. Может обратиться. Если у меня есть знакомые в этой структуре. Вы поймите, личные отношения, приятельские, дружественные, они как бы приветствуются. Это такие же люди, у них семьи. Это же не какие-то солдаты Урфинзусы. Что рабочий день закончится, их в подвал спустили, отключили, как роботов. Утром включили, подняли, они там работают. Потом вечером опять отключили. Какой-то 22 век, это фильм фантастический, Голливуд. Конечно нет. Это тоже люди дружат, общаются, ругаются. То есть все им свойственно. Но это личные отношения. Когда ты с ними не общаешься, а вот в сложной ситуации пытаешься кого-то там запустить, чтобы нашли контакт. Тут же тебе называют ценники, деньги. Ну это мошенничество однозначно. Ну это как правило, это 100% мошенничество. ФСБ это не та структура, с которой нужно дружить. У них нет друзей. У них не только источники информации. Объекты для разработки оперативной. То есть люди им нужны, и это нормально. Для того, чтобы получать какую-то информацию, документы для аналитики и выявления новых преступлений. Но это специфика их работы. Специфика, конечно. И поэтому, когда говорят, мы дружим, я вот ФСБ на коротке. На ком ты можешь коротке быть шарханом? Если он рядом с тобой стоит и облизывает тебя, то только смотрит на тебя как на добычу. Это как стриптилия. Купил крокодила, сплю, ем. Я вот купил ему поводок, я с ним дружу. Но ты не можешь дружить. Ты дружишь до поры до времени, пока там капля твоего пота не упала ему на моську. После этого хлопок, дружба закончилась. Нельзя дружить с ФСБ. У них другие задачи. И ты особенно, когда как преступник приходишь, чтобы дружить с ними, чтобы они прикрывали твои преступления. Ну это просто смешно. Это даже не смешно, а грустно. Игорь Михайлович, возможно, вы и не ответите на следующий вопрос. Но вам известны случаи, когда все-таки передавались деньги сотрудникам ФСБ? Про коррупцию вы говорите сейчас, получается. Нет, мне такие случаи неизвестны. Но даже если бы они были известны, конечно же, я бы в передаче не сказал. Давайте я отвечу вам по-другому несколько. Вот в любой правоохранительной системе, не обязательно ФСБ, есть какие-то изъяны. В бочке с медом всегда есть капля вот этого коррупционного дегтя. Но вот из 100 случаев, пускай один будет коррупционный. 99% это мошенничество, к которому ФСБ не имеет никакого отношения. То есть это правило, которое допускает исключение. Вот исключение есть 1%. Все остальное это реальная мошенюга. Поэтому когда люди говорят о ценниках, которые называют сотрудники ФСБ, это все придумки фантазии в зависимости от аппетита вот такого посредника. Вот приведу недавний пример. Недавний пример. Сложнейшее дело уголовное. Подзащитный. Заключен под стражу. Семья в шоке. Жена устала уже. Появляются проходимцы, которые говорят, 700 тысяч подключаем в Москву генералов. Едут сюда нашему генералу. Все. Вопрос решают. Дело прекращают. Меру пресчения меняют. Она в сердцах. Господи, мужа увижу. Когда? В понедельник. В понедельник. Через неделю якобы. Все дает деньги. Потом я узнаю про это. И говорю, господи. Выхожу на них. Где итог? Когда ему поменять? Деньги, если что, обратно вернете. Игорь Михайлович, люди серьезные, бортом летит. Я говорю, когда прилетает? Я хочу увидеть этого посредника. Я знал заранее, что никто не полетит. Прилетает там в выходные в субботу. Я говорю, хорошо, сижу, жду. Я его встречу. Если надо, в аэропорт поеду, поговорю. Все расскажу. Ситуацию, про дело расскажу. Может, надо знать, о чем он будет говорить и о ком. С генералом нашим. Просидел в субботу и воскресенье. Я говорю, где итог? Опять звоню. Он там был. Накаленная ситуация. В каком смысле? В хорошем смысле. Он прилетел, они друзья пили два дня, и он улетел обратно. Я говорю, ба, а каким рейсом он улетел? Они такие, ну, мы сейчас не улетели. Я говорю, военным, наверное, спецбортом, тайным улетел. Ночью, чтобы, говорю, днем. Это не пересекать Москву, Владивосток. Ночью улетел. Я так понял, и они пили два дня. Ну, говорит, да, пили. Я говорю, ну, то есть алкоголики, то есть алкаши. То есть надо, вот человек прилетел решать вопрос, он пили два дня и улетел. Даже с адвокатом не встретился, ни фактуру не получил. Да чего ты так? Знает он все. Это же люди, которые обладают всей информацией. Я говорю, ну, само собой, все и густая, обладают все это. Первые, это сейчас модно тоже, особенно в Москве, лица, приближенные к президенту. Я все не сомневаюсь. Когда выпустят? Понедельник на носу. Завтра выпустят? Ну, на днях, на днях, даже завтра. Ну, уже прошло полгода, как вы понимаете, ни денег, ни результата. Вот пример мошенничества. Если бы наш генерал, ну, они и знают это все, они просто на это не обращают внимания, сотрудники ФСБ. Если бы он знал, сколько он, оказывается, решал, и за какие деньги тут вопросы в крае, он бы удивился. Он бы уже триллионером был долларовым. Сколько под него. Это все мошенничество. Ну, вот, наверное, то, что вы сегодня рассказали, касается не только сотрудников ФСБ, а вообще сотрудников всех правоохранительных органов, суда, прокуратуры. Да, безусловно, конечно. Я просто сделал акцент на ФСБ. Вот эти решалы, да? Конечно, эти решалы. Это касается судов. Еще передачу снимем. Взятки под судей назовем. Это касается прокуратуру. Это касается всего правоохранительного блока. Он весь поражен вот этой мошеннической талей. Не коррупцией, а именно талей, которая вот оседает, как вот мухи. И они вот что-то ковыряют, кусают, щипают, подрывая авторитет, соответственно, государственного аппарата. Но ФСБ... Особенно, да? Да. Когда вот нашему русскому человеку говорят ФСБ, вот эти три буквы называют, он просто, он такое благоговение, что он вот им передает деньги, они будут решать якобы его вопрос. Ну, отдаете деньги, отдавайте направо и налево. Знаете, это люди, когда в беде, они всему верят. И когда люди в беде, они всему верят, пускай доверяют адвокату. Особенно, когда касается меня, я сразу в самом начале пути говорю, так, какие-то пойдут, если финансовые потоки налево-направо, согласовывайте со мной. А мне потом будете конючить и говорить, о, денег больше нет, Игорь Михайлович, ну как же так, что ж ты нас не остановил. Я уже всем по всем делам уголовно, у меня одна и та же история. В какой-то момент у меня было ни одного уголовного дела не было, когда не появлялись вот эти решалы через ФСБ решают. Ну, другие адвокаты сейчас бы с вами тоже были единодушны, да? Безусловно, я же не говорю про себя, чтобы не быть каким-то там объектом для разработки ФСБ. Так, надо вокруг Полякова обложить его, искать мошенников. Нет, конечно, я сейчас как бы говорю о своем имени исключительно от лица адвокатов и даже нисколько себя, других адвокатов, а соответственно моих коллег. От лица всей коллеги. Что мы можем пожелать сказать в заключении нашим зрителям? Я бы хотел пожелать вот что. Вот живите спокойно. Если даже возникла проблема, решайте ее законными методами. Не торопитесь вы знакомиться с ФСБ. Вот не нужно. Когда надо будет, оно само с вами познакомиться. И поверьте, знакомство с ФСБ, оно всегда, ну как правило, болезненный характер носит. Поэтому несутесь вы туда, в эту берлогу, свой нос. Не пытайтесь там установить какой-то контакт. И самое главное, уважайте своих адвокатов. Слушайте их. Лучше отдайте деньги адвокату, чтобы он еще качественнее посидел, подумал, если адвокат грамотный. Вот разработал еще глубже позицию, усилен. На сегодняшний день страна так устроена. Правокрытная система, уголовный блок очень формализован. Никакие связи, как в 90-е годы, уже не работают. Нельзя просто кого-то подключить и что-то прекратить. Всем нужна фактура. Вот эту фактуру, если не даст адвокат, то ничего вы не сделаете деньгами. Тем более, коррупция не поможет. Она бессильна. Поэтому от грамотной работы адвоката зависит ваша судьба. И если адвокат грамотно разработает, порой и деньги давать не надо. Я, как правило, и говорю, подождите. Не торопитесь никому ничего давать. Это касается не ФСБ, а вообще всей правоохранительной системы. Куда кто хочет кого-то подключать. Не надо, говорю, давайте разберемся в ситуации, проанализируем. Мы и сами получим результат. Хорошо, спасибо. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все будет хорошо.